Скажите, пожалуйста, сколько факторов смерти и насилия над военнослужащими произошли за последние три года? Или за год? Есть ли у вас статистика? Да, действительно, вооруженные силы – это осколы казахстанского общества и те проблемы, которые беспокоят общество, они присущи и вооруженной силе. Я должен отметить, что за 22-й год снижение суицидов мы добились до 21% снизив. По военнослужащим срочной службе – это причины повышения суицидов, они различные. Это семейные, это вопросы, связанные с игромами, с кредитами непомерными и другими. Но за 2022-й год мы не допустили ни одного суицидов военнослужащих в России. За начало 2023-го года у нас фактов нет среди военнослужащих срочных службе. В 2022-м не было? В 2022-м еще раз повторите. В 2022-м году, в прошлом году, вооруженные силы суицидов среди военнослужащих срочной службы, я подчеркиваю, не было. А среди призывников, контрактников? Если не срочно, да, другую категорию. Другие категории были? Другие были. Я же вам скажу, что… Вы можете на одной цифре? Я же не спрашиваю, а про сручников были. Про остальные категории можете сказать? Сколько фактов было суицида? Ну, факты имеются. Ну, сколько? Я не отрицаю. Если вы хотите точные цифры через… Это контрактники, это офицерский состав. Кто это? Да, да, есть. И среди военнослужащих категория офицерского состава, военнослужащих на должности обслежащих солдат по контракту, а также среди служащих или гражданского персонала вооруженных сил. Такие факты имеются. Какую работу вы сейчас проводите, чтобы не отпустить оберегать военнослужащие? Значит, военнослужащими всех категорий проводится работа. Во-первых, это идет разъяснительная работа.